Каждый год в каком-то селе или в городе Камраке, или в Чадумуни-Укане, стараемся старые наши магазины привести в продлежащий вид и вернуться к людям, к нашим пайщикам, то, что они заслужили. В этом прекрасном большом селе, в Чилище, далеко до центра, поэтому мы решили восстановить, собрать свои силы, свои копеечки, сделать вам такой, по моему мнению, прекрасный хороший магазин, который ближе к вам. Я рад, что наша родная потребка операции возрождается. Когда-то эти магазины были единственными, которые снабжали наше село, и я думаю, что тогда недовольных не было. У людей были и деньги, люди были сыты, одеты, это благодаря нашей потребке операции. Сейчас у нас есть и, так сказать, малый бизнес, работают маленькие магазинчики, но они не могут создать тех условий, которые создает такое предприятие, мощное, как потребка операции. Огромное спасибо, что вновь открыл наш магазин. Это для нас очень большой подскорье. Он у нас работал, и мы все здесь отоваривались. Я знаю, что тут была хорошая выручка. Теперь вижу, как раз, когда шла сюда, хотела сказать, чтобы и овощи были. Вижу, что все предусмотрели. Огромное вам спасибо. Мы очень довольны с этим магазином, потому что везде дорого, и все нам далеко до центра. Дорога, что стоит, но очень даже благодаря вам, этому кооперативному начальнику тоже, нашему примару, нашим продавцам тоже старались. Месяцами здесь открыть этот магазин. Очень рады вам. Дай Бог им здоровья и всем. Поздравляю наших кооперативников за то, что открыли этот магазин тоже. Для пожилых людей это очень хорошо. И удачи им. Будь добрый, чтобы всегда было в магазине все полно. И работали, как мы, до пенсии. Чтобы работали до пенсии. Каждый год в канун Дня потребкооперации, который отмечается первую субботу июля, мы наши старые магазины обновляем, приводим в порядок. В прошлом году в Дезгенже мы сделали. В этом году мы решили чуть изменить свои планы. Не делать только в центре сел или городов, но решили выйти на периферию. Этот магазин у нас в пределах около 10 лет был закрыт. Текла, крыша и так далее. Но тут большой микрорайон, который фактически не был охвачен магазином. И люди жаловались, что далеко до центра села за товарами идти. Большинство пенсионеров. Мы пошли к ним на встречи. Вот сегодня открыли этот магазин. Сделали для них небольшой праздник. И для себя, конечно, тоже. Хочу в канун нашего профессионального праздника, международной потребкооперации, поздравить весь наш коллектив. Это около 500 человек работают. Всех наших пенсионеров, ветеранов потребкооперации, наших пайщиков с нашим профессиональным праздником. Пожелать первую очередь всем здоровья, достатка, мира. И у всех всегда все хватало. Особенно улыбок. Это стало доброй традицией в канун праздника открывать по одному-два магазина в населенных пунктах системы ГАГАУСКОПа. Действительно это востребовано, поскольку люди не виноваты, что жизнь поменялась в такое русло, потекла. И такого рода услуги, как магазины, нужны не только в центральных частях города или села, они нужны и в дальних уголках сел, чтобы люди могли прийти, купить то, что им нужно. Потребкооперация вообще всегда была рядом с государством. И сегодня вот то, что делает потребительская кооперация, на мой взгляд, это очень важно. Как для населения, так и для государства, поскольку вот эти услуги, которые мы оказываем нашему населению, мы не ставим перед собой цель зарабатывать большие деньги. Люди должны прийти, купить и остаться довольными. Если покупатель будет доволен, значит формат магазина состоялся. Хотелось бы поздравить всех работников потребкооперации с этим праздником. Пожелать успехов, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин